Чтобы закрепить материал из предыдущего видео, где мы создавали массив из котов и дальше находили кота с наименьшим возрастом и печатали в консоль его имя, давайте еще немножечко порисуем. Итак, когда запустилась наша программа, у нас есть стэк с функцией main, где мы создаем объект в куче. Этот объект у нас является массивом, давайте его синеньким нарисуем, где у нас есть три ячейки. Дальше мы создаем трех котов и кладем ссылки на этих котов в эти ячейки. У каждого кота есть age. И есть еще по две ссылки, где каждый из которых указывает на область памяти со строкой. Вот такая структура. Дальше мы передаем ссылку на этот массив в функцию findYoungestCat. И дальше эта функция у нас начинает идти по этим ссылкам. То есть она сначала объявляет переменную result, в которую сначала кладет вот эту ссылку на первый элемент массива. Дальше мы берем второй элемент массива, идем по нему, находим значение age и сравниваем вот этот age с вот этим. Находим из них минимальный и если минимальный, то есть новый оказался меньше, чем тот, который был в ссылке, то мы переписываем вот эту ссылку. Теперь она будет указывать на новую область памяти, а предыдущая будет стираться. Дальше мы идем по массиву вперед и сравниваем уже вот этот age с вот этим. Сравниваем, кто из них меньше и принимаем решение о том, что ссылку надо заново переписать. Таким образом ссылка поменяла опять свое значение. После того, как мы закончили все это дело, мы возвращаем из функции результат вот сюда. То есть мы копируем ссылку. И теперь вот эта вот переменная указывает у нас на результат. Дальше мы эту переменную, ну во-первых, вот этот фрейм у нас уже уничтожен. Мы передаем функцию console.rightline. Сюда. И эта ссылка у нас та же самая, что и была в уничтоженном фрейме. То есть указывает по-прежнему вот сюда. И теперь консоль.rightline. А нет, мы же там не так делаем. Мы же там берем ссылку на строку, на имя. Поэтому когда мы вызвали вот этот фрейм, вот этот фрейм, мы сюда передали нечто другое. Мы сходили вот так. Мы сходили... Вот у нас она сюда указывает, да? Мы сходили по вот этой ссылке сюда. Нашли нужный объект. Нашли у него name. И получили ссылку на него. А потом эту ссылку мы передали вот сюда. Ну и теперь функция console.rightline. По этой ссылке нашла вот эту вот строку. И ее напечатала в консоль. Вот так работает наша программа. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...